Почему шииты принимают Коран, собранный Абу-Бакрам, размноженный Усманом и дошедший до нас посредством Ахли-Сунна? Как получается, что шииты, отвергая сподвижника, принимают переданное имя, то есть Коран, ведь имамы Ахли-Сунна, донесшие до нас формы чтения и сам Коран, в то же время являются передатчиками хадисов пророков. Все эти хадисы есть в книгах Ахли-Сунна. Почему тогда шииты принимают Коран, переданный ими, и не принимают переданное имя Сунну, то есть хадисы? Через кого Аллах сохранил Коран? Через шиитов или через ненавистных ими сподвижников? Итак, во-первых, начнем с того, что утверждение о том, что шииты ненавидят сподвижников, это не правда, это не соответствует действительности. У нас отличается, конечно, позиция по поводу сподвижников от позиций Суннитов, вне всякого сомнения, но это толковать так, что вот мы ненавидим сподвижников, нельзя. Это неправильно, это нечестно, это не объективно. Смотрите, я говорю, что все, например, я говорю, что все ученики, например, МГУ являются отличниками. А кто-то говорит, что нет, не все. Могу ли я утверждать в таком случае, что вот этот вот кто-то считает, что все ученики МГУ являются двоечниками или являются троечниками? Нет, потому что я утверждаю общность, я утверждаю о том, что все без исключения ученики МГУ являются отличниками. А он эту общность отрицает. И ему, чтобы отрицать эту общность, достаточно всего лишь одного примера человека, который не получил пять, а получил три или четыре. То есть ему достаточно всего лишь одного случая хорошиста для того, чтобы опровергнуть меня. Но это не позволяет мне утверждать о том, что он считает, что все студенты МГУ являются троечниками или хорошистами. Не позволяет. Точно так же и в этом случае. Мы говорим, что ваша теория справедливости всех без исключения сподвижников это ложная теория. Она не соответствует действительности. Не все сподвижники были справедливыми. Среди них были разные люди. Были очень хорошие, богобоязненные, верующие, честные, правдивые, надежные люди. А были лицемеры. А были люди слабые, были лживые, были убийцы, были воры и так далее. Разные были люди. И хороших, богобоязненных людей было достаточно много среди них. Но так получилось, что после того, как посланник Аллаха, салаллаху, алейхи и алейхи и алейхи и салям, ушел из этого мира, руководство уммой взяли не самые лучшие из них. Во главе уммы стали не самые честные, не самые ненадежные, не самые лучшие из них. И мы это констатируем, мы это доказываем. И вы, основываясь на этом, хотите сказать, что мы вообще сподвижников ненавидим. Это ложь, это неправда. Я могу сейчас же перечислить на память множество сподвижников, которых мы любим, поддерживаем и уважаем. Это во-первых. А теперь по поводу того, через кого Аллах сохранил Коран. И то, что Абу Бакр якобы собрал священный Коран, а Усман его распространил. Давайте по этому поводу скажу пару слов. Да, во времена Абу Бакра Зейд ибн Саббит вместе с 24-мя сподвижниками взялся за сбор священного Корана. И это при том, что первым человеком, который занялся этой работой, сбором священного Корана, был его святый Алибин Абиталиб, алейхи салат вассалам, который после ухода из этой жизни, его святость и посланника Аллаха салаллаху алейхи ва алейхи салам, месяцами сидел дома и занимался этой работой, собирал священный Коран. И когда он закончил, он принес этот Коран и преподнес его мусульманам, но они его отвергли, они его не приняли. И при этом они увидели необходимость в том, чтобы не позволить Корану Али, алейхи салату вассалам, распространиться. Потому что если бы они за сбор священного Корана не взялись бы, то у нас был бы сейчас только один Коран. Это Коран Али, алейхи салат вассалам. Других Коранов у нас просто-напросто не было бы. Но они не хотели, чтобы этот Коран распространялся, поскольку он был собран так, чтобы был максимально понятен. Были обстоятельства не с послания там прописаны, были прописаны толкования от самого посланника Аллаха салаллаху алейхи ва алейхи ва салам и так далее и тому подобное. Во-первых, вот эти люди, которые пришли к власти, они начали сжигать хадисы, дабы не толковали люди аят священного Корана. Во-вторых, Абу Бакр поручил Зейду бин Сабиту собрать священный Коран. Зейду бин Сабит собрал еще 24 человека и вместе с ними собрал священный Коран. И потом, когда наступили времена Усмана, увидели, что экземпляров священного Корана слишком много. То есть они причем отличаются друг от друга, они разные. И Усман поручил уже также Зейду бин Сабиту заняться этим вопросом. Но Зейду бин Сабит с этим не справился. И тогда Усман поручил эту работу Убею, другому сподвижнику, который вместе с другими одиннадцатью сподвижниками уже создал единый экземпляр священного Корана и при этом уничтожили все остальные экземпляры. Это что касается коротко об истории собрания священного Корана. Итак, во-первых, начнем с того, что то, что дошло до нас через Тава-Тур. Обратите внимание, то, что дошло до нас через Тава-Тур. Что такое Тава-Тур? Тава-Тур — это огромное множество путей передачи. А священный Коран до нас дошел через Тава-Тур. Тава-Тур имеет множество путей передачи. А множество путей передачи у нас, у шиитов, точно так же, как и у суннитов, являются наилучшим путем передачи, самым достоверным путем передачи Тава-Тур. И здесь абсолютно нет никакой разницы. Сами передачи, опять я вернусь назад, что мы всех сподвижников под вопрос ни в коем случае не ставим. И это, во-первых. Но даже если мы всех сподвижников ставим под вопрос, если все они были нечестивцами, все равно Коран заслуживал бы доверия. Почему? Потому что он слишком большим количеством путей передан, для того, чтобы в нем сомневаться. То есть Тава-Тур, например, хадис, передающийся по Тава-Тур пути. Если все передачи являются нечестивцами, все равно это заслуживает доверия. И это, кстати, не только у нас, не только у шиитов, это так же и у суннитов. Например, обратите внимание, Ибн Таймия в Маджмуу Фатава в 18-м томе 26-й странице говорит Он говорит, что если путей передач много, то они все друг друга укрепляют до тех пор, пока мы не будем убеждены, то есть они настолько укрепляют друг друга, что до тех пор, пока мы не обретем знания, мы не будем уверены и убеждены, что это надежная передача, надежный хадис, например. И он говорит, Даже если все передачи в таком случае являются нечестивцами, когда путей передач много, если они даже все до единого нечестивцы, то в таком случае Тава-Тур на своем месте, надежность все равно на своем месте. Поэтому Коран передается по Тава-Тур пути, и поэтому даже если бы все, но это не так, мы в это не верим, но даже если бы все были бы нечестивцами, все передачики, все равно это заслуживало бы доверия из-за множественности путей передачи. И напоследок еще один момент очень важный скажу, также имеется от наших имамов, от наших непорочных, Тава-Тур относительно того Корана, которым мы пользуемся. То есть вот этот Коран, он дошел до нас не только от сподвижников, но и от наших имамов, их сподвижники, сподвижники имамов передали этот же священный Коран по огромному пути передачи, даже превосходящему те пути передачи, которые есть у суннитов. То есть, например, если мы можем хоть как-то сомневаться в тех путях передачи, через которые Коран дошел до суннитов, что некоторые ученые сомневаются, говорят, что это вообще не Тава-Тур, здесь Тава-Тур нет у суннитов, то у нас Тава-Тур есть однозначно, восходящий к нашим имамам, к нашим непорочным имамам. Поэтому здесь никакой причины не вижу абсолютно в том, чтобы как-то сомневаться в священном Коране, даже если мы сомневаемся во всех сподвижниках, что в свою очередь, конечно же, неправда. Мы во всех сподвижниках не сомневаемся. Мы сомневаемся в основных, в основном тех, кто был у власти, тех, кто узурпировал власть, и тех, кто помогал этим узурбаторам, был их соучастником в этом деле. Но так как они для вас самые любимые, самые значимые, самые большие, то вам так видится, как будто бы мы всех сподвижников отрицаем. Например, обратите внимание, с Убей ибн Акябом, который также собирал священный Коран во времена Усмана, одним из тех людей, кто был с Убей ибн Акябом, был Абдуллах ибн Аббас. Абдуллах ибн Аббас это доверенный человек, это человек, которому мы доверяем. Поэтому никаких проблем с этой точки зрения нет. Абдуллах ибн Аббас Игорь Негода